Сегодня в зале заседания администрации района в режиме видеоконференц-связи состоялась 28-я сессия Совета народных депутатов муниципального образования Кашхабльский район. Повестка дня была обширной и включала в себя 10 вопросов. Первым докладчиком на сессии выступил заместитель главы района по строительству, архитектуре и ЖКХ Евгений Глазунов. Он представил народным избранникам подробную информацию о реализации национальных проектов на территории Кашхабльского района. Первым у нас по очереди идет национальный проект экология, государственная программа «Чистая вода». В рамках реализации мероприятий по оригинальному проекту «Чистая вода» муниципальном образовании Кашхабльский район в настоящий момент закончены работы по водоснабжению аула Кашхабльского района. Краткие характеристики объекта. Общая протяженность составляет 42,5 километра. Сметная стоимость по контракту у нас составляла 75 миллионов 443 тысячи рублей. Из них федерального бюджета 74 миллиона, республиканского бюджета 754 тысячи рублей. В рамках этого проекта было реализовано, помимо водопроводных сетей, установка строительства двух водонапорных станций. Каждая водонапорная станция имеет водонапорную башню и по две сплажины. Каждая сплажина по 200 и по 300 метров. Выполнялись эти работы компании ООО «Энтера» по результатам открытых торгов. По итогу данного мероприятия должно составить минимум доступ к воде, иметь полторы тысячи жителей аула Кашхабль. Но по факту у нас охват намного больше. У нас почти стопроцентное исполнение по доступу к воде. То есть здесь можно со всей уверенностью сказать, что весь аул Кашхабль у нас обеспечен водой на всех улицах и имеет доступ ко всем домам. Более того, дебет данного объекта рассчитан на перспективу дальнейшего роста. То есть о чем говорится, здесь можно к нему также присоединять любые производственные мощности и также подключать новые домовладения с новыми кварталами. То есть это задел на будущее лет так на 20 при активном развитии аула. Второй у нас идет программа развития транспортной инфраструктуры в рамках комплексного развития сельских дорог. В этом году мы реконструировали 4 автодороги. Первая автодорога это у нас реконструкция подвезной дороги в Хуторе-Дмитревске. Это у нас к Дому культуры. Начало проведения работ начался 15 июня. Завершили его уже по факту в ноябре. Общая стоимость по контракту 14 миллионов 322 тысячи 430 рублей. Что хочется остановиться на этих объектах? Они все у нас в принципе объекты так называемый под ключ. То есть из этих подразумевает твердое покрытие, присвоение категорийности дорог уже третьей категории. То есть это у нас уже там полноценная ширина дорог. Предусмотрены тротуары, предусмотрено уличное освещение. Вся необходимая инфраструктура, которая вообще возможно включить в эту программу, она у нас была включена. Следующая у нас дорога, реконструкция подвезной дороги в Хуторе-Казенок-Ужорский. Это у нас от дороги регионального значения до врачебной амбулатории. Дата начала проведения работы также у нас 15 июня, окончание 1 октября. Аналогичные работы были проведены, тоже строительство тротуаров до самой дороги, уличного освещения. Хочется отметить, что все данные дороги у нас по программе подходят к социально важным объектам. Это было одно из условий участия в этой программе. Третья дорога, это у нас подвездная автодорога в улице Кашихаполь, переулок больничный. От улицы Джаримова до Айзмана, центральной районной больницы. Также дата проведения работ по контракту у нас 26 июня. Дата окончания у нас по 1 сентября. В связи с тем, что там была еще необходимость установки ограждения на данном переулке, мы чуть-чуть продлили контракт и выполнили ограждение возле пешеходных переходов. Следующий объект – реконструкция подвездной дороги в поселке Майском. Это у нас самый большой объект и по протяженности, и по объемам работ. В общем, у нас он начинается также от региональной дороги и заканчивается врачебной амбулаторией. Дата проведения работ по контракту у нас 18 июня, окончание тоже 1 октября. Но в связи с тем, что у нас были небольшие проблемы. Контракт дальше мы его продлили, но по факту уже сейчас на 1 декабря он закончен. То есть все работы выполнены в полном объеме и в срок. Помимо всех указанных, что я говорил, мероприятий, здесь можно остановиться на том, что здесь еще была отработана ливневая канализация в поселке Майском, установлен дополнительно. Мы поставили там современный остановочный павильон. Это у нас такая первая практика. Их начали ставить в Майкопе. Это такой достаточно красивый, можно его даже назвать, арт-объект. 40 стекла, и он стоит прямо в центре поселка Майский. Жители уже, в принципе, это отметили, увидели. Там также есть у нас освещение. Это самый большой объект, он больше километра у нас. И здесь хочется отметить то, что в поселке Майском, самая вот эта основная улица, это заводская и виноградная, у нас, получается, закольцовывает весь поселок. В прошлом году остаток, участок дороги сделали по гражданской инициативе. В этом году сделали по программе КРСТ, развития сельских территорий. Таким образом, вся основная улица и все подъездные пути в поселке Майском выполнены и отремонтированы. Хотелось бы сказать, что по всем данным объектам, подрядчикам, по результатам торгов, появился Кашихабльская ДРСУ. Следующее. Комплексное развитие сельских территорий. Здесь хочется по этой программе немножко подойти, потому что мы в многих мероприятиях по этой программе участвуем. Так, у нас в Кашихабльском районе завершены работы по благоустройству сельских территорий в рамках государственной программы КРСТ. Всего по программе в 2020 году предусмотрено 5 миллионов 445 тысяч. В рамках выделенных средств на Кашихабльский район проведено благоустройство у нас двух общественных территорий. Мы за эти деньги сделали устройство скейт-площадки в ауле Кашихабль на сумму 3 миллиона 455 тысяч. Также выполнили благоустройство зоны отдыха и устройство детской площадки в ауле Ягурухай. По итогам конкурсных процедур подрядчикам определён по скейт-площадке Кашихабль ООО «Каскад», по объекту Ягурухай, обустройство зоны отдыха ИП «Лохманюк». По данным объектам выполнены работы по ремонту, замене покрытия, размещении спортивных и детских игровых площадок, а также установлены скейт-площадки. Что касательно скейт-площадки, у нас там выгодила компания Санкт-Петербурга, это СК «РАМС». Это достаточно современное оборудование, ударопрочное, которое соответствует всем нормативам как и российских, так и европейских стандартов. И хочется отметить то, что действительно это пошло в тему, потому что многие давления в период дети там этими арт-объектами нашими пользуются. Следующий у нас проект, это также по программе комплексного развития сельских территорий, это газификация сельской местности. У нас в феврале завершены работы на объекту распределительной газопровода низкого давления в северной части хутора Игнатиски, Пашихабльского района. В рамках этого проекта построено 4 километра 329 метров газопровода низкого давления с метной стоимостью 7 миллионов 265 тысяч рублей. Здесь хочется отметить, что здесь порядка 1 миллион 800 из этих денег составлял местный бюджет. Но эта проблема там остро стояла, поэтому у нас в первую очередь при подготовке проекта учитывалось мнение граждан. И замечательно, что мы попали в эту программу и в данный момент его построили. Сейчас там ведется вопрос по сдаче этого объекта в газпром для подключения газа. И у нас в итоге остается только единственный населенный пункт, это Красный Фарст, по которому он сейчас идет, точнее уже подготовлен, разработан и получен положительное заключение БУС-экспертизы на газификацию хутора Красный Фарст. Мы его также подаем по программе КРСТ. После проведения этих мероприятий у нас будет стопроцентное выполнение газификации Пашихабльского района. Сейчас оно составляет порядка 98,5%, что является очень высоким показателем даже при республике Адыгея. Следующий у нас национальный проект, это у нас проект «Демография». В рамках этого проекта на территории аула Кашихабль производится строительство спортивного комплекса по улице Гагарина, 53А. Данная смертная стоимость объекта составляет 82,308,000 рублей. Средства местного бюджета составляют 6,102,000 рублей. Данный объект приступили в декабре 2019 года. Окончание планируется в декабре 2020 года. Мы его заканчиваем, думаем, что через неделю-полторы уже закончат. Там на данный момент уже проводится благоустройство и завершающие работы по внутренней отделке. По оттокам контракта подрядчиком определенная компания ООО «Энтера». Данный спортивный зал предназначен для проведения спортивных соревнований в присутствии зрителей с числом мест до 200, а также оздоровительные занятия. Для зрителей запроектирована трибуна с местами. Кроме того, для передачи информации зрителям в результате соревнований предусмотрена установка электрического электронного табло. Хочется также отметить, что данный зал является многофункциональным. Помимо основного зала, где можно заниматься различными видами спорта, такими как баскетбол, волейбол, футбол и другими. В принципе, это такими подвижными, как гонгбол и тому подобное. Там универсальная площадка, которая при небольших преобразованиях могут эти соревнования проводить и также просто тренироваться. Там же еще также предусмотрен тренажерный зал и зал для борьбы. Помимо этого, в соответствии со всеми современными нормами, у нас там есть душевые, у нас есть там полноценные раздевалки, у нас есть даже комната отдыха и помещение для медицинского персонала. Это современные объекты, таких четыре объекта строятся в Республике Адыге. Нам повезло, что мы получили возможность реализовать его у нас в ауле. Следующая у нас федеральная программа – это формирование комфортной городской среды. В муниципальном образовании Кашихапольский район завершены работы по благоустройству дворовых территорий в рамках реализации регионального проекта формирования комфортной городской среды. Всего по программе в 2020 году выделено 5 миллионов 162 тысяч рублей. Из них 516 тысяч – это местного бюджета. В рамках выделенных средств Кашихапольского района проведено благоустройство трех дворовых территорий. В ауле Кашихаполь улица Спортивная 3 – это порядка полутора миллионов рублей. В ауле Кашихаполь Спортивная 7 – это 1 миллион 258 тысяч рублей. И в поселке Майском улица Филатова 1 – 1 миллион 985 тысяч рублей. По итогам аукциона подрядчикам по всем трем объектам был определён Акционерное общество Кашихапольское Дорцу. По данным адресам выполнены работы по ремонту асфальтового покрытия, замену бортового камня, благоустройство КУМ, устройство дополнительного парковочного места, а также установлены скамейки и урны у подъездов проведено освещение. Также в рамках реализации регионального проекта формирования комфортной городской среды в ауле Кашихапле, это в парковой зоне, завершены работы по благоустройству общественной территории на сумму 568 тысяч рублей. Мы там установили в парковой зоне открытые гуечные тренажёры взамен старых, которые там уже пришли в небодность. Здесь тоже хочется отметить, что по этой программе идёт активная социальная положительная тенденция. Люди отмечают эти изменения, потому что они непосредственно касаются места, где они проживают. Эта программа у нас всегда с большим воодушевлением приветствуется людьми и они ждут, когда к ним придут во двор. Но так как эта программа у нас долгосрочная, мы планируем участие в этой программе ежегодно и планируем завершить все дворы, которые у нас в многоквартирных домах есть в Кашихапльском районе, завершить туда по данной программе. Следующий национальный проект у нас здравоохранение. В рамках национального проекта здравоохранения на территории Кашихапльского района осуществляется строительство четырёх фактов. Здесь хочется отметить, что непосредственно Кашихапльский район не принимает участия в строительстве, так как эта программа реализуется через Министерство здравоохранения Республики Адыгея. Но так как всё-таки они строятся в нашем районе, то есть мы этому тоже уделяем большое внимание. Хочется отдельно остановиться. Это создание оснащения ФАПов посёлком Камсомольский Кашихапльского района, подрядчик ООО «Еврокомфорт», смертная стоимость 3 миллиона 764 тысячи, срок окончания конец 2020 года. Также у нас ещё один ФАП в хуторе Кармалина-Педроицком, также подрядчик ООО «Еврокомфорт», сумма строительства 3 миллиона 774 тысячи рублей, окончания конец 2020 года. Третий ФАП у нас в хуторе Политотделка Шихапльского района, подрядчик ООО «Еврокомфорт», смертная стоимость 3 миллиона 939 тысяч рублей, срок окончания конец 2020 года. И четвёртый ФАП у нас строится в хуторе Красного Кашихапльского района, подрядчик также «Еврокомфорт», смертная стоимость 3 миллиона 554 тысячи рублей. Также Кашихапльский район участвует в замечательной программе по названию «Инициативное бюджетирование», проводимое Министерством финансов Республики Адыгея. Мы уже не первый год в этой программе участвуем, и, скажем так, основные объекты по данной программе как раз-таки выбирает Кашихапльский район. В этом году у нас сразу 5 объектов попало, хочу на них кратко остановиться. Это у нас ремонт дороги по улице Гагарина в улице Грухай на сумму 1 миллион 350 тысяч. Это у нас второй объект – реконструкция парка «Аллея памяти» в хуторе Игнатьевском на сумму 1 миллион 246 тысяч. Третий объект – ремонт дороги по улице Спортивная ул. Кашихапль на сумму 1 миллион 296 тысяч. Четвертый объект – это установка уличных тренажеров на детской площадке по улице Мюров в селе Натырбово на сумму 976 тысяч рублей. И пятое – это благоустройство и установка детской площадки возле Дома культуры в ауле Ходз на сумму 743 тысячи. Программа эта тоже именно социальная, потому что здесь предусматривается активное участие граждан, проживающих в данных населенных пунктах. Помимо их участия в плане выбора места, в плане реализации этого проекта, проведения публичных слушаний, также активно предполагается участие, в том числе и софинансирование на эти мероприятия. Поэтому здесь отрадно видеть, что у нас мы в таком количестве участвуем и выигрываем по этой программе. Там участников очень много, и большинство у нас получается пройти, и достаточно активное население. Также у нас реализуется национальный проект «Культура». По национальному проекту «Культура» у нас проходят три объекта. Первый объект – Тличемсинская сельская библиотека получила финансовую поддержку с федерального республиканского бюджета в размере 5 млн 555 тысяч рублей. Обязательное условие участия в этом проекте – это софинансирование из местного бюджета, которое составило 617 тысяч рублей. Это так называемая модельная библиотека, которая была у нас первая, которую мы выполнили в республике. И она у нас была открыта в Ауле Кашихабе, это в ДШИ в нашем. И мы ее также продолжаем делать. Вот у нас в этом году, это у нас в Ауле Кашихабе, в Ауле Кашихабе. Основная цель модернизации – привлечь новых читателей в библиотеку, которые хотят творчески развиваться и общаться в современном и государственном пространстве. По данным подрядчикам у нас там является ООО «Домострой». Данные работы уже там завершены на 1 декабря, библиотека уже открыта и уже пользуются в принципе какой-то популярностью, уже приходят туда люди, детей очень много. Потому что там помимо просто как бы читательных мероприятий и грузков, там просто сделаны современные условия для пребывания просто детей. Следующий объект – Дом культуры в Ауле Кашихабе. В рамках национального проекта «Культура» у нас завершена работа по строительству Дома культуры в Ауле Кашихабе с залом на 300 мест. Данный с общей площадью 1436 квадратных метров. Срок реализации проекта, начало этого проекта началось в 2018 году, 1 декабря 2020 года данный объект уже закончен по строительству. Сметная стоимость всех строительно-монтажных работ составляет 51 740 рублей. Объемные источники финансирования. У нас там местный бюджет, участие местного бюджета составляет более 2 миллионов рублей. По результатам торгов подрядчик ООО «Строитель». Здание Дома культуры состоит у нас из двух блоков. Блок с артовым залом на 300 мест, билетными кассами, офисными помещениями, санитарно-бутовыми помещениями для персонала и посетителей. В том числе и для малой мобильной группы населения. И второй блок – это блок с тренажерным залом, кабинетом медсестры, тренерской, раздевалками, женскими, мужскими, душевыми, санузлами. Достаточно современный тоже проект, большой дом, дом культуры, современный. Более того, как я уже остановился выше, по бюджетному инициированию рядом с ДК была установлена детская площадка. Поэтому мы здесь, скажем так, скомбинировали две программы и объединили, скажем так, в один объект, что не может не сказаться только в положительную сторону. Следующий у нас был объект – капитальный ремонт здания сельского дома культуры в хуторе Казенок-Ужовский. На проведение капитального ремонта сельского учреждения дома культуры была выделена сумма объемом 10 миллионов 247 тысяч рублей. Из них, из муниципального бюджета, выделено более миллиона рублей. В здании проведены работы по укреплению фундамента, облицовке стен с кирпичом, произведен ремонт кровли, системы водоснабжения, отопления и канализации электроснабжения. В здании Дома культуры заменены все окна, двери, кровля. По данным подрядчиком у нас был там ООО «Строители». Работы уже окончены в октябре 2020 года. Также там было выполнено благоустройство территории, закуплено оборудование со счет местного бюджета. Сейчас этот ДК полностью функционирует, работает. И, скажем так, жители культуры Казена-Ужовский, конечно, отметили положительную тенденцию, потому что там сейчас и гуляют, и приходят, и проводят активно кружки. Ну, насколько это возможно, условия пандемии. Следующий региональный проект «Успех каждого ребенка» – это подпрограмму модернизации образования и развития науки. Государственная программа Республика Адыгея. В данной программе проведен капитальный ремонт в спортивных залах СОЖ-6, поселки Дружба и СОЖ-8 в Натвербово. В СОЖ-6 по Дружбе цена контракта составляет 1 671 000 рублей, подрядная организация «Омегаполис» Майков. По СОЖ-8 – 1 830 000 подрядная организация «Перспектива» город Майков. Все работы по этим объектам уже завершены. Там также были проведены общестроительные работы. Заменена электропроводка, выполнена ремонт системы отопления, душевых и туалетов. Теперь спортзалы там полноценно, к первому сентября, полноценно функционируют, имеют более современный, конечно, вид, чем раньше и также позволяют заниматься различными видами спорта. Следующий – национальный проект образования. Региональный проект «Современная школа национального проекта образования» на создание открытия центров образования цифрового и гуманитарного профиля. Это «Точка роста» муниципальных образовательных учреждений со школы номер 3 в ауле Игуруха и школа номер 7 в поселке Майском. В данных помещениях проведен капитальный ремонт в четырех кабинетах в рамках дизайн-проекта в центрах образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста» в Республике Адыгея. Там хочется здесь отметить, что здесь конкретно нам уже был выслан дизайн-проект, как эти точки роста, эти кабинеты должны будут выглядеть. Они все, в принципе, одинаковые, какая должна быть мебель, там прям дизайн-проект. В соответствии с ними нам была поставлена задача их также доработать. Там было куплено современнейшее оборудование. Соответственно, сумма контракта на общую составила 572 тысячи рублей. Здесь все работы уже выполнены, они уже работают полноценно. Много детей, как бы она имеет высокую заинтересованность. Мы также подали заявку на участие в этой программе на следующие годы во всех остальных школах. На рассмотрение депутатам были представлены и другие доклады. По каждому из них приняты соответствующие решения.